Экологические, нейро- и финансовые игры. Участники городского конкурса «Воспитатель года-2022» поделились с коллегами своими профессиональными секретами в номинации «Мастер-класс». Это те методические наработки, которыми они обладают. Они поделятся с педагогической общественностью ими. Самое главное критерие – это, конечно, методическая компетентность, это коммуникативная компетентность и умение транслировать свой опыт. Лариса Коровенская пригласила участников своего мастер-класса на пиратский корабль. Чтобы оценить профессиональные приемы, которые применяет на занятиях с дошкольниками педагог детского сада номер 15, гостям понадобилось небольшое перевоплощение. Представьте, что вы капитан пиратского корабля. При этом у вас один глаз ранний закрыт повязкой, лак ручкой закрывает. Вторым глазом вы внимательно смотрите в подзорную трубу. А теперь через хлопок поменяйте руки. Так, два, три. Три. Так, поднимите, пожалуйста, руки, у кого получилось это упражнение. Отлично. Но я смотрю, что таких людей немного. Мастер-класс Ларисы Коровенской был посвящен нейроиграм. С помощью таких, казалось бы, несложных упражнений, которые интересны детям, развивается память, внимание и интеллект дошколят. Тренировка координации пальцев и рук напрямую связана с развитием речи и мышления. Всем этим управляет головной мозг. Еще одна участница профессионального конкурса Ольга Гаврилова учит малышей финансовой грамотности по сказкам. Воспитатель детского сада номер 17 пригласила коллег на занятия по экономике. Педагогам нужно было определить направление коммерческой деятельности героев литературных произведений и выделить их главные деловые качества. У нас сказка «Как коза построила избушку». Эта сказка отражает потребности и возможности. Вот какие мы вопросы сейчас оставили. Почему коза решила построить дом? Какой потребностью это было вызвано? Почему коза принимала советы деревьев? Какая опасность для козлят грозила? Да. Ну и в конце сказки все-таки «Березка» я разрешила и где построила коза дом. Коза смогла провести успешные переговоры и заключить важную сделку. Значит, она по праву может считаться бизнес-вумен. Номинация «Мастер-класс» завершила муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года-2022». Теперь выступление участников оценивает экспертная комиссия. Имя лучшего педагога дошкольного образования будет названо на церемонии закрытия фестиваля «Педагогический фейерверк-2022». Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова